Здравствуйте! В эфире программа «На самом деле». И мы обсуждаем, как на самом деле сложились судьбы выпускников Магнитогорского государственного технического университета. Чем они заняты сегодня, как их личные истории, вписываются в истории и судьбы нашего родного Магнитогорска. И сегодня у нас очень интересный и важный гость. Заместитель главы города по социальным вопросам Леднев Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич, здравствуйте! Добрый день! Только в мае вы отметили 40-летие, и в августе вы уже занимаете пост, предполагающий широчайшую ответственность за культуру, за образование, пенсии и всю остальную так называемую социалку. Скажите, пожалуйста, это назначение для вас ожидаемо, волнительно? Вы были к этому готовы? Это назначение произошло, но, наверное, оно произошло не просто так. Наверное, где-то я уже был готов, где-то к этому каким-то образом готовился. Я долгое время работал в районной администрации, два с половиной года, и по большому счету в зону своей ответственности я уже тогда включал вот эти вопросы, которые вы перечислили. Хотя, ну, если сильно посмотреть, приглядеться к должностной инструкции, то это было там даже не прописано. То есть мне всегда было не безразлично жизнь подрастающего поколения, жизнь уже людей в преклонном возрасте, и все, что как бы в моих силах, я всегда поддерживал. И для меня это, знаете, это не какая-то работа, а просто стиль моей жизни, по большому счету. Но, тем не менее, вы выпускник университета технического. Да, есть такое, да, техническое. Задачи все-таки гуманитарные. Скажите, то, чего у вас учили в техническом университете, оно как-то помогает? Да, слушайте, конечно. Системность, по большому счету, да, то есть я учился на строителе. И я всегда говорю, что любая стройка, у нее всегда есть подготовительная фаза, есть, скажем так, непосредственно исполнительная база, да, то есть и потом уже как бы окончательный момент, то есть финальная часть. Так и в любой сфере, да, то есть социальная, будь то техническая, то есть процесс, достижение результатов, он везде один и тот же. И мне кажется, это не сильно важно, из какой сферы пришел человек. Главное, чтобы человек как бы просто был предан тому делу, что он делает. А инструмент достижения цели, он вообще абсолютно везде одинаков. Я учащийся в университете, еще и спортом занимался. Успевали? Успевал, да, было дело. И до кандидата в мастера спорта добрался. И из спорта, вот это вот, опять же, алгоритм достижения цели, это тяжелая работа, это соревнования, когда ты показываешь результаты своей работы, да, и то время, за которое я преодолел дистанцию, это являлось результатом. И, ну, представляете, 9 лет я занимался легкой атлетикой, 5 лет учился, но 9 лет занимался. И сейчас вот занимаюсь триатлоном, и это все очень сильно помогает мне в жизни, вообще в любой сфере. Скажите, были ли в университете преподаватели, коллеги, или, может быть, сотрудники, одно слово, которое стало для вас очень важным, и что-то поменяло вот внутри вас? Слушайте, ну, да, были люди, вот Сергей Алексеевич Голяк, его фраза, да, критикуешь, предлагай, блин, она на всю жизнь со мной. Много-много людей повлияли на вот какие-то определенные моменты в моей жизни. На тот момент, на тот момент я этого не осознавал, но вот опять же, критикуешь, предлагай, это услышал на втором курсе в университете, поначалу немножко даже где-то было обидно слышать, а сейчас это фраза, которую я всегда своим сотрудникам говорю, своим друзьям, своим, как бы, коллегам. Говорю, ребят, критикуешь, предлагай. То есть, если тебе что-то не нравится, давай разберемся, что не нравится, давай посмотрим, какая у нас цель, и что нужно сделать, чтобы вот мы сделали корректировки и добились того, что нам нужно. Критикуешь, предлагая бесценные фразы и сочетание этих двух слов. Не секрет, что городскую администрацию часто критикуют. Ну, это нормально. Это нормально, да. У людей запрос к власти, как к исполнителю их пожеланий. Они критикуют. Видите ли вы, что горожане тоже что-то предлагают, на что следует и стоит отозваться? Вы знаете, есть люди, которые предлагают. Есть люди, и я вообще считаю, что любая критика, любая жалоба – это прежде всего возможность устранить данные замечания и сделать жизнь людей нашего города, нашу работу, кстати, гораздо легче. То есть, нам не нужно тратить время на выявление каких-то недоделок. Поэтому есть такая... То есть, это как минимум неравнодушные люди. Да, и второе, люди, которые обращаются к нам, как я, опять же, считаю, они абсолютно доверяют нам. То есть, если бы они знали, что мы не решаем вопросы, они бы не обращались. Они бы сидели и сказали, да что к ним обращаться, все равно ничего не делают. Но если вы посмотрите за последнее время, как меняется город, как отрабатываются вопросы. Вот Сергей Николаевич каждый раз, когда ходит на общение с работниками предприятий, вот в МГТУ, кстати, был вопрос, то есть, там задали вопрос, и буквально я на тот момент был, ой, я даже не помню, где-то я на каком-то совещании был, и мне тут же поступает звонок. По твоему вопросу, по твоей ответственности был вопрос. Давай готов будь к тому, что уже готовить ответ. Мне понравилось, что это в режиме нон-стоп прозвучал вопрос, и он адресован вам в работу. Пресс-служба отрабатывается, Сергей Николаевич, он очень сильно выстроил эту структуру, и вы знаете, он тоже является выясняком МГТУ, и это очень здорово, потому что как бы в нашем городе есть такой вуз, который готовит таких великолепных специалистов, поэтому очень здорово. Давайте еще поговорим о нашем городе. Наверняка, как и большинству людей талантливых, неравнодушных, энергичных, у вас была возможность работать где-то еще, и тем не менее вы здесь. Понятно, что это какие-то личные обстоятельства, о которых мы не говорим, но был ли в этом элемент любви? Вы знаете, я не побоюсь этого слова, я реально настоящий патриот своего города, я безумно его люблю, ценю и уважаю. У меня было время, что я уезжал за большим рублем, за хорошей жизнью в город Москву, да, работал, да, была неплохая работа, все было замечательно. Но вы знаете, я не знаю, как это можно описать, сказать словами, но вот Магнитогорск, это, знаете, город, который притягивает, реально, как бы это ни звучало бы банально и смешно для кого-то, возможно, но здесь очень комфортно, здесь очень уютно, здесь особая аура, здесь люди, которые больше делают, чем говорят. Мне было не очень комфортно, предположим, в центральной части России, где люди в основном говорят, но мало что делают. И мне это вот прямо иногда резало ухо, глаз. И мы на Урале люди, привыкшие к тяжелому труду, ну а если мы помимо тяжелого труда прикладываем к этому голову, то результаты как бы колоссальные. Мы с вами видим сейчас, что происходит в городе Магнитогорске, это один из самых динамично развивающихся городов, и не побоюсь этого слова, как бы в России, ну это очень здорово, я уж про мир вообще не говорю, про Россию. Историки рассказывают, что особенности населения Магнитогорска – это сплав народов, попавших в котел репрессированных, и вот эта вот плавильная генетичная мощность, генетическая, извините, породила вот такого своеобразного, сильного, стойкого, мужественного, и вместе с тем очень думающего человека, готового жить. Соглашусь с вами, да. А, с этим мы соглашаемся, сказали эксперты-историки, но дело в другом. У меня есть примеры, когда в Магнитку приезжают, ну допустим, гости, и они влюбляются в город моментально, они говорят, как здесь здорово, как хорошо. Скажите, вот администрация, кроме сделанного, кроме наших парков, дорог, которые отмечаются буквально лучшими в области, а может быть и в регионе. Да, в России, я вам скажу. Может быть даже в России. По всем показателям в России. А вот что сегодня в ярких планах, которые сделают эту любовь людей и приезжающих, и остающихся еще сильнее? Ну смотрите, если вы сейчас обратите внимание, каким образом развивается культурная составляющая, культурная часть нашего города. То есть я сейчас очень тесно с этим связан, да, я вижу, насколько потрясающие у нас с вами театры, то есть помещения. Какие прекрасные актеры, какие прекрасные приезжают к нам сейчас и нас, ну как бы из других городов спектакли. Приглашенные. Да, приглашенные. И это на самом деле очень важно, поскольку культура, культура это, ну как вам сказать, это дополнение к тому, что если человек может решать большие тяжелые задачи, а если при этом человек еще и оккультуривается, то ну как бы получает эту культурную часть составляющую, то он становится более мягким, более гибким, но при этом как бы продолжая в себе сохранять этот стержень, который позволяет добивать себе результатов. Если вот вы походите по паркам, да, в вечернее время, у нас есть такое, в парках магнитки мы проводим в последнее время там мастер-классы по актерскому мастерству, по рисованию. Да, знаменитые танцы в парках, выступления коллективов. Это уже полюбилось людям, да, это на самом деле здорово. Что мы еще делаем? Мы развиваем спортивную составляющую. То есть если посмотреть на все наши спортивные заведения, спортивные наши здания, то есть они сейчас на данный момент, наверное, одни из лучших не только в области, но я не побоюсь опять же этого слова в стране. И есть вопросы, да, конечно, которые имеют место быть, но мы занимаемся решением этих вопросов. И самое, что интересно, у людей, возможно, осталась какая-то старая привычка, что вот, все плохо, и что-то там где-то не работает. Я, знаете, всем советую, ребят, давайте мы будем замечать хорошее вокруг нас. Как минимум, давайте выйдем в этот город, в парки придем. Да, да, да. То есть я, честно скажу, я бегаю по нашему городу, я очень много бегаю, я вижу, насколько, как бы, сколько есть вопросов, которые нужно решать в городе. Они есть, безусловно. Вроде, ну, если вы зададите мне вопрос, есть ли проблема в Москве, в Питере, да полно вопросов в Москве, в Питере. Но при этом, как бы, мы почему-то пытаемся у себя обращать внимание на негатив, а позитивные моменты мы почему-то вдруг не видим. Но это я поговорю про людей, которые просто критикуют, без предложений. Александр Евгеньевич, ну, природу людей вряд ли мы с вами можем изменить. Человеку свойственно фиксироваться на отрицательном, быть недовольным. Но ведь когда-то и они поймут, что все меняется, а возможно, они просто и сами будут делать что-то для того, чтобы наш город менялся к лучшему. Однозначно. Это вот я вас таким образом к следующему вопросу переведу. Вы же уже сказали о том, что чуть ли не 80% жителей города Монтогорска – это выпускники технического университета, в котором сейчас влился и гуманитарное звено. И вот все мы здесь, по сути, дети одной альмаматор. Вы верите в то, что ассоциация выпускников, в которую вы также входите в МГТУ, она вообще является какой-то действенной, созидающей силой. И вот подключив этот ресурс, подключив свою личную энергию, мы можем отойти от критиканства и стать предлагающими и деятельными. Слушайте, до 100%. Я вот сейчас смотрю, сколько у нас на данный момент разыгрывается грантов, сколько у нас появляется различного рода НКОшек. То есть, по большому счету, вы поймите, что администрация, любая администрация, не только города Магнитогорска, у нас есть строго определенные рамки, в которых мы работаем. И если у нас у людей есть инициатива как-то там реализовать ее, то опять же, нам нужно защитить, сделать проект, защитить его в области, выделить финансирование. Что не всегда возможно по бюджетному кодексу. Не то, чтобы невозможно, это просто процесс, который, скажем так, требует определенного времени. Но у нас же люди как все хотят сразу же. И именно поэтому я предлагаю все-таки нашим ребятам, которые приходят с идеями, я говорю, слушай, ну а ты рассматривал линейку грантов, есть ли там подобное направление, а давай подумаем, как мы можем это сделать. Со своей стороны я готов включиться в это, в этот вопрос, в этот процесс. Но мне бы хотелось, чтобы и ты, пришедший ко мне человек, тоже был включен в этот вопрос. Вот знаете, мы сколько делаем в городе, да, и в то же время раньше вандализм был очень сильно развит. И мы не успевали ремонтировать. А сейчас происходит следующее, что мы делаем, да, ломают, но уже меньше. И я всем людям говорю, слушайте, ну если по большому счету от людей мы получим просто поддержку в виде того, что ну не ломать, а сохранять то, что делается, это уже большой плюс. Я согласна, что человек видит вокруг себя красивое, и ему не хочется это ломать. Да, и это очень здорово, это вот в последнее время очень как бы бросается в глаза, город становится чище, город как бы, ну его меньше там ломают эти всякие мафы, вот эти наши малые активные формы. А самое, что интересно, сохраняя, приумножать мы можем. Но если мы не ценим, не сохраняем то, что сделано, мы будем вечно условно заниматься тем, что восполнять, 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 восполнять. Это будет восполняться, но все равно это не будет бросаться в глаза, поскольку эффект сохранения, я все-таки всегда говорю, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. Я верю в то, что граждане наши уже готовы сохранять. И еще один вопрос в завершении нашего разговора. Мы говорим о том, что город хорош, и его нужно сохранить. И, конечно же, нам хочется сохранить и жителей, чтобы здесь остались талантливые и молодые. Вот тем, кто планирует уехать, что бы вы могли сказать? Да вы знаете, я сам уезжал в Москву, проработал там полгода, и вы знаете, все равно вернулся. И я вернулся с той мыслью, с той идеей, что везде можно реализоваться, неважно где. Будь то Москва, будь то Магнитогорск. Я вам честно скажу, что в Магнитогорске возможностей для реализации ничуть не меньше. Абсолютно ничуть не меньше, но, возможно, даже и больше. Просто-напросто это нужно понять. И я могу сказать следующее, что все большие сложные дела делают не места, а люди. И поэтому неважно, где ты, неважно с кем ты, имеет смысл просто брать и делать. Вот и все. Что ж, Александр Евгеньевич, спасибо, что вы рассказали нам о своей работе. И с этими новыми пожеланиями счастья всем нам, всем горожанам мы с вами и прощаемся. Спасибо. Спасибо, удачи всем. А я напоминаю нашим зрителям, что программа на самом деле выходит в эфир при поддержке в стипендиального фонда в городе Магнитогорске депутата Государственной Думы Павла Владимировича Крашененникова. Всем счастья и активного созидания для счастья и благополучия нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok